Добрый день, уважаемые коллеги! Вы знаете, я наконец-то, я очень благодарен всем выступающим, я наконец-то понял, в чем у тебя наша проблема, а не в мигрантах. Понимаете? Все, наконец-то, вот теперь я поеду домой сегодня со спокойной совестью. Понимаете? А те страдальцы, которые крышуют мигрантов, которые на улице проверяют цифровые паспорта и вдруг пропускают кого надо, да? Значит, те страдальцы, которые организуют государственную миграционную политику, они ни при чем, они страдальцы вместе со своими детьми. Понимаете? Ну я понял, возможно, они... Огарение страдает? Нет, нет, и понятно почему. И понятно, почему сегодня пошел вот такой замечательный и очень доходчивый, для детей, для слабоумных, для кого угодно, тезис о том, что во всем не надо мигранты. Потому что в 2005 году, можете посмотреть, у меня была такая публикация, что против России запускают спецоперацию, мигранты спасут Россию. Потому что там было написано, что мигранты демографию поднимут, экономику поднимут. И я все нулевые, десятые, сражался с мигрантским лобби, очень хорошо проплачиваем на западные гранты и на российский бюджет. Да? И это мне было понятно. И это действительно, ну, в общем, все все понимают, кто-то слышит. Но сейчас, обратите, новая тема, классная. То есть за 20 лет ситуацию довели до, действительно, бодового ужаса. И теперь опять направляют, теперь против мигрантов. Все, бей мигрантов, спасай Россию, и все будет зашибись. Вот суть того, что мы говорили, понимаете? И, на мой взгляд, это ужасно. Потому что мы вместо анализа серьезного, что происходит со страной, и где мы находимся, мы вообще что делаем? Вот если послушать господина Афанасьева, вот, присмотрите, под словами русская община, я русский, там, шаман, шаман, да? Что он говорит-то? Мы должны как мигранты жить. Нам надо, наконец, создать общности, как у них. Это диаспоры, ритмонные, там, везде, да, там, по всей стране. То есть господин Афанасьев, если только послушайте его внимательно, потом посмотрите, будет ролик вывешен. Господин Афанасьев рассказывает, как в чужой стране организовать некую резонную ткань, которая защитит этих самых несчастных русских. В своей стране. В своей стране. Вы понимаете? Вот это, на мой взгляд, это вот, ну, Игорь, самое главное, что там у мигрантов у этих там есть, это русофорство. Говорит он, рассказывая о мигрантов УКС. А мы должны мигрантов УКС, а мы станем настоящим мигрантом в своей стране. То есть вот я прошу в это вдуматься, это очень важно. И вот для меня господин Афанасьев, например, он для меня враг России. И враг русский. Понимаете? Я, слава богу, и по фамилии, и по всему остальному, уж русский, точно там, без всяких вопросов, и могу от русских сказать, идите вы подальше, товарищ Афанасьев и прочие, которые вместо того, чтобы вставить и решать проблемы страны, меня загоняют в то, чтобы я начинал, там, одни говорят, в вагончике живи, как мигрант, а другие встань там, в диаспору создай свою, на территории своей родной Москвы, как мигрант, и так далее. Я в этом смысле, я русский. Понимаете? И у меня совсем другое представление о том, зачем русские строили нашу российскую государственность в 1200 лет, минимум. Для меня, понимаете, космос первое. Вот для меня это русский. Супер профессионализация. Захватывают чеханы, ну и пусть захватывают. Так давайте развивать станкостроение, авиастроение, космос. Так нет. Такие, как господин Афанасьев, они будут вам рассказывать там о чем-то очень хорошем, суциальном, про Пасху и так далее, но не будут вам рассказывать ни про что, где русские должны менять мир, а не прятаться по своим городам, подыгрывая и становясь мигрантами, так сказать, в своей стране. Потому что русские – это всемирное действие. Нам нужно выходить на мощнейшие планетарные проекты, когда и демография будет, и все остальное. А не плакаться о том, что нас обижают и прочее. Первый проект самый простой. Так, товарищи, вот эти русские профессиональные, которые начинают сейчас слезу лить, А вы вообще про что говорите? Какая там Германия? Какая Германия? Какая Германия, когда сирий в Германии совсем другое, чем таджик? Потому что таджик минимум полторы сотни лет жил в Российской империи и в СССР. И это совсем другой человек. То, что вы не можете выдвинуть никакую идею, как Российская имперская, как советская идея. Что вы пустые, вы никому не интересны. Поэтому на вас надо эксплуатировать, на вас наживаться. Так вам и надо. Потому что вы не русские. Русские никогда не ползают и непонятно, что там плачут и задают какие-то глупые вопросы и какие-то глупые дискурсы. Не надо насравнивать с Германией. Германия хорошая, плохая, там замечательная. Пусть там живут, как они хотят. Русские, у них вся Россия большая. В том числе и Таджикистан, и Средняя Азия, и все, и так далее. Куда мы денем Россию? С чего начался развал СССР? Выдающийся наш гениальный писатель Валентин Распутин. Он со съезда народных депутатов громко сказал, «Вы хотите от нас отделиться, республика?» Это мы, Россия, от вас отделимся. Правильно? Через три года отделился. Москва отделилась от СНГ. Я не говорю про кровавые вещи, про экономику, которую мы потеряли и прочее. Понимаете? Да, он говорит, нас, говорит, объедают окраины. Бедный Валентин Распутин, так сказать, за всех русских включает. Но правильно, теперь нас объедают мигранты. И вас так будут объедать, потому что вы ничего не можете создать. В отличие от наших отцов и матерей, и от наших дедов. Понимаете? Поэтому мне представляют все эти антимигрантские слезы. Еще раз говорю, как баран в пятом году мигранты спасут Россию. В двадцать пятом году какая будет повестка дня? Бей мигрантов, спасая Россию. И все вопросы решатся, все с олигархами, с разрушением индустрии. Понимаете? Все станет на свои места. Поэтому, уважаемые коллеги, мне кажется, пора вернуться в какую-то реальность. А реальность заключается в том, что вопрос не в мигрантах, тем более в тех людях, в тех народах. Завтра татары станут наезжать, татары в Москву. Завтра развалится Россия. И будем рассказывать, как башкиры оккупируют нашу Москву. Понимаете? Вы что хотите вообще? Поэтому я считаю, что прежде всего нужно все-таки нам понять, кто это манипулирует и вбрасывает все эти замечательные, в кавычках, идеи. Простоватенькие, туповатенькие, примитивненькие. Что там в Германии, еще раз повторяю, это дело Германии. Я не говорю, хорошо или плохо, но нам по всем пунктам, мы другая страна, нам другая ментальность. Давайте еще с нацистской Германией нас сравнивать и рассказывать, как наоборот там надо делить кого-то и прочее, и прочее. Поэтому это первое. И последнее. Я считаю, что демографию и миграцию, конечно, вместе ставить нельзя. То есть я уже говорил, в 2005 году с чего все здесь не начинались, и в концепцию государственной миграционной политики записали, что миграция очень позитивно действует на демографию. Ну, на экономику, на демографию. Ничего у нас не получится ни в экономике, ни в демографии и так далее. Сейчас, слава богу, в 2019 году, в последней версии концепции государственной политики миграционной, хоть чуть-чуть там кто-то все-таки чуть-чуть поправил, что вообще-то демография – это воспроизводство собственного населения. Слава богу. Ну, я говорю, вот так говорили и прочее. Но есть демографические учебники, там написано, демография состоит из миграции, изрождаемости и смертности. Это все учебники, которые ни за что не отвечают. Еще раз, демография – это воспроизводство собственного коренного населения. И из этого надо исходить. Поэтому, а там все просто. Да, сегодня мигранты во всем виноваты, а вот в 1982 году, когда ансамбль «Веросы» пел, соответственно, «У меня сестренки нет, у меня братишки нет», там был виноват, ну, кто? Ну, тоже кто-то был виноват, понимаете? А суть простая. Пока у нас не будет в семье половины всех семей с тремя-четырьмя детьми, что требует коренное изменение всего культурного генотипа русских, то без этого у нас просто мы остаемся с половиной населения к концу столетия. Будут мигранты, не будут мигранты, еще что-то. Да, это на демографическое замещение страшная вещь. Но в каком-то смысле это друг на друга никак не влияет и не зависит. Поэтому это другой вызов серьезнейший. Как нам скультивировать такую новую русскую семью, где трое-четверо ребятишек, это обычное нормальное дело. Но это уже другой разговор. Спасибо. Спасибо.